Грудь в медалях, ленты в якорях. Все они прошли морскими тропами армейской службы, а сегодня воспитывают новые поколения военнослужащих. Военно-патриотические организации объединяются в одну ассоциацию. Теперь они ставят другую боевую задачу – сделать так, чтобы нынешнее поколение школьников было готово к службе. И сегодня им вручают юбилейные памятные знаки. Пуйбышев – запасная столица. Организаций много, у всех разные программы, а сегодня мы создали коррекционный совет, который объединил наши усилия для общей совместной работы. Потому что, смотрите, здесь сегодня на самом деле было не так много ветеранов, в основном были военнослужащие из запаса. И вот это все мы сегодня прививаем нашей подрастающей молодежи. Что есть ветераны, есть военнослужащие из запаса, которые готовы в любой момент защищать нашу родину. Подготовить молодежь к службе в армии – дело не менее важное, чем защищать морские окраины государства. От того, с каким настроением придет новое поколение солдат и офицеров, зависит его военная мощь. Самара, хотя и не морской, а речной город, но и в годы Великой Отечественной войны. И в наше время вносит большой вклад в укрепление оборудованной способности страны, как на море, так и на суше. Ассоциация ветеранов военно-морского флота, ребят морской пехоты, безусловно, это является знаковым для Самарской области. Корабли и подводные водки с названием «Самара» других населенных пунктов бороздят просторы океана. И мы знаем, что по инициативе жителей города Кенель, в ближайшее время один из кораблей Черноморского флота получит имя этого небольшого, но очень красивого города. Военный корабль «Кенель» получит также шефскую помощь и от города, и от области. И это будет еще одним подтверждением боевой славы нашего региона. Олег Зверев, Артем Сулайманов. События. Субтитры создавал DimaTorzok